МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знакомьтесь, это Дима. Ему 9 лет, и он очень любит занятия по творчеству. Дима хорошо лепит из пластилина. В студии уже живут тигр, рыбка, забавные человечки, мышка с сыром и многие другие. Он уже владеет техникой рисования пластилином и смело комбинирует цвета. Это просто вместе пластилина всякие цвета смешиваешь и дальше клеишь. Сейчас Дима с педагогом Людмилой Александровной готовятся к весне и вспоминают, каких птиц можно увидеть в окрестностях детского дома. Стрижи, скворки, соловьи к нам прилетают. Сегодня я тебе предлагаю сделать бумажную такую волшебную радужную птицу. Птичка, что делает Дима, не похожа ни на одну из тех, которые живут в лесу или городе. Зато она волшебная и полностью соответствует его представлениям о красоте и весне. Вот эти веточки я сделаю с леным цветом. А ты можешь любой другой цвет, который любишь, который тебе нравится. Диме нравятся желтые и оранжевые цвета. Он и сам очень позитивный, светлый мальчик, у которого много друзей и увлечений. Побираем в прятки, в огонюки. Подвижные игры Дима любит, но и против кропотливой работы не возражает. Охотно мастерит, рисует, лепит, занимается хозяйственными делами. Старательный, очень доброжелательный. Дима всегда помогает младшеньким, всегда старается помочь нашему персоналу, вот кто мы работаем, ловнику. Нянечке обязательно поможет. Попросишь его, никогда не отказывает. Очень такой ребенок отзывчивый. А еще Дима с удовольствием дарит подарки. Вот и свою волшебную птичку он смастерил для воспитателя Елены Михайловны. Веснянка ей сразу понравилась. Решили, что птичка будет жить в группе. С улиц принесем веточки. Три. Потом вазы поставить. Да, поставим вазы репочки. На нее поставим птичку. И ты покажешь ребятам мастер-класс, хорошо? Ребяток научишь сделать. Умничка. Спасибо большое. Следующий подарок Дима готовит уже для своего старшего брата. До недавнего времени они вместе жили в детдоме. Но с этой осени Данил учится в Самарском кадетском училище. Дима очень им гордится. Данилка, будь защитником надежным. Силой духа воскрешай. Даже то, что невозможным представлялось, воскрешай. Будь защитником надежным. И благодарен выбирай свой верный путь. И из многих-многих сотен самый лучший первый путь. С поздравлением твоего братешку Дима. Дима. Открытка и фотографии отправятся в Самару. Это поможет братьям поменьше скучать друг о друге. А летом Данилка приедет. И к его приезду готовится целый фоторассказ о том, как прожил Дима этот год. Это фотографии соревнования. Веселые старты, наверное, были. Да. А здесь нет фотографий? А тут мы на родник ходили. За родниковой водой. Это мы убирались. Конечно, Дима очень скучает по брату. Но, к счастью, в детдоме есть другие ребята, которые готовы его заменить. Хотя бы отчасти. Я в первую очередь объясняю ему, чтобы он хорошо учился. Но не только я объясняю, воспитатели и другие учащиеся. Он так не любит учиться. Он только читает, писать не любит. Заставляем. Пишет, читает, умножает, делит. Дима неконфликтный и не обидчивый, легко ладит со всеми. Но, чтобы сойтись с кем-то поближе, ему нужно время. Он с осторожностью относится к людям. Так вот, чтобы, например, незнакомый человек подошел, он не раскроется, не откроет все свои секреты. Ему надо привыкнуть, присмотреться. Только потом он уже начнет разговаривать. И нам бы очень хотелось, чтобы у него был наставник, то есть человек, который помог ему, научил его общению. Вслед за братом Дима собрался поступать в кадетское училище и уже начал готовиться. К футболу и теннису добавились восточное единоборство. Инструктор Юрий Белов Диму хвалит. За короткое время он уже многому научился. В программе «Минимум» сдать экзамен на белый пояс и попробовать поучаствовать в соревнованиях для новичков. Успехи он делает. Можно похвалить. Будем ждать от него как будущего чемпиона. В детдоме Диму называют Димой маленьким. Во-первых, потому что есть Дима старший. А во-вторых, потому что он и в самом деле еще не очень взрослый. Он ни за что не соглашался рассказать нам о желании, которое шепнул своей волшебной птичке. Но нетрудно догадаться. Мальчик мечтает о том, чтобы у них с братом была семья. И много-много друзей. Другом и наставником можете стать вы. Звоните 8 8352 76 68 68 8 967 476 68 68 или заполните анкету на сайте www.наставник21.ru Специалисты вас обучат, сопроводят и помогут подобрать воспитанника. Для создания видеоанкет и обучения наставников нам необходима финансовая поддержка. Помочь проекту можно, отправив СМС со словом «наставник» на номер 3434. Стоимость СМС 50 рублей. На номер 3434. Поддержка проекта. Министерство образования и молодежной политики Чувашии. Национальная телерадиокомпания Чувашии. Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, представленного Фондом президентских грантов.